Подземный рудник удачный, крупнейший в акционерной компании Алроса. Его история началась в 2001 году, когда геологи приступили к бурению контрольно-стволовых скважин. 11 марта 2004 года здесь прогремел первый взрыв. Начались горно-подготовительные работы. О том, как продолжается строительство, нам расскажет заместитель исполнительного директора акционерной компании Алроса Николай Корниенко. Сейчас продолжается не только наземное, а подземное строительство. Значит, вот на сегодняшний день уже первый этап второго пускового комплекса готов полностью. Как объекты поверхности, инфраструктура, так и объекты подземной части. Соответственно, они уже переданы эксплуатации руднику удачный в комплексное опробование. Что это значит? Огромный передел работ по подземке – это дробильно-конвейерный комплекс, это скиповой ствол, это уже на поверхности скиповой копер с транспортной галереей, складом руды. И сейчас нарабатываются эксплуатации уже все моменты, которые необходимы для нормальной ритмичной работы по добыче руды. И ее доставки, естественно, на поверхность. Расскажите, пожалуйста, какие работы и на каких отметках сейчас проводятся? Сейчас, значит, УКСом в лице шахтостроительного Мирницкого специализированного шахтостроительного 300 с подрядчиками ОГСК, АЭМ, Алмаз Автоматика, АТМ. Выполнены работы по монтажу конвейерной линии на горизонте 480. Выполнены монтажные работы по дробильной камере. Также горизонт 480-465. И, соответственно, выполнены армирование и оснащение скипового ствола. Соответственно, Мирницкий строительно-монтажный трест также со своими подрядчиками выполнил работы и закончил строительством скипового копер с транспортной галереей. Соответственно, это уже на поверхности. Ну, вот хотелось бы отметить очень хорошую работу и качественную, и в срок АТМ, и шахтостроителей. И, конечно же, эксплуатацию коллектива рудника, которые сейчас нарабатывают, как бы притираются, готовят себя и все оборудование к тому, чтобы этот рудник ритмично и планово работал в круглосуточном режиме. Конечно, масса еще проблем, масса различных моментов, которые этому пока мешают. Но уже, как говорят, виден свет в конце тоннеля. Какие трудности возникают? Самые различные, начиная от каких-то проектных недоработок, которые по ходу дорабатываются, заканчивая какими-то моментами чисто организационными, которые также имеют место быть, и, соответственно, они также оперативно устраняются. Николай Григорьевич, расскажите, плановые показатели по итогам 9 месяцев работы выполнены? Выполнены все показатели как по КАФ вложениям, так и, соответственно, сейчас подтягиваются те планы, которые были сформулированы для рудника. Они напряженные, учитывая вот все это становление и обкатку всего оборудования. Но я думаю, что к концу года рудник выйдет полностью на все плановые показатели. Какие работы планируется провести еще до конца года? Ну, вот мы должны, вот сейчас мы проводим комплексное опробование по, так скажем, тракту выдачи руды, о чем я сказал уже. Значит, соответственно, пока работаем на одну подъемную машину, которую подготовили и передали в комплексное опробование. Соответственно, вторая машина, их по проекту две, значит, вот вторая машина также будет введена до Нового года в работу. Ну и, соответственно, каждая из этих подъемных машин с кипового ствола сможет дать в копилку свой определенный результат. Соответственно, выполнение плана рудником будет обеспечено. По программе техперевооружения, какая новая техника поступила и для чего она предназначена? Если уж говорить, в целом огромный объем техники поступил и по линии капитального строительства, и по, значит, по проектному оборудованию, то, что необходимо для выполнения плана рудником удачной. Значит, ну, перечислять все не имеет смысла, это и ПДМ, это и самосвалы, и, значит, буровые установки. Но вот самая основная буровая установка китайская подошла, буквально сейчас ею занимаются специалисты и шифринженеры по вводу ее в строй для выполнения отрезных восстающих. То есть это жизненно важная техника, которая, ну, так скажем, открывает горизонты добычи на руднике удачной. Поэтому это очень такая важная и такая серьезная техника, которая должна позволить руднику, повторюсь, бесперебойно работать. Значит, введен в строй завод эмульсионных ВВ, в котором были долгие споры, были долгие выборы подрядчика, проектировщика. Все-таки сейчас уже проводится опытное взрывание, что тоже даст немаловажный как экономический, так и эффект по добыче руды. Учитывая, что эмульсионные ВВ предохранительные готовятся будут здесь. И, соответственно, под это дело целая технологическая цепочка запроектирована. Это и приготовление, и доставка, и, соответственно, уже непосредственно подача в скважины для того, чтобы подготовить блок под взрыв. Поэтому технически рудник вооружен очень хорошо. По дистанционному управлению порододоставочных машин они уже показали себя в действии? Один из элементов – это оборудование ПДМ дистанционным управлением непосредственно присутствия человека в кабине. Они также вышли уже на комплексное опробование. Соответственно, будет проведена и запущена эта система в работу, что также позволит как в сложных горно-геологических условиях работать без присутствия человека, так и там есть возможность управлять одному человеку двумя машинами. Поэтому это также такой технологический прорыв и большие денежные средства, которые вкладываются в компании для того, чтобы труд горняка был более технологичен, более производителен, соответственно, более безопасен. Выход на полную проектную мощность запланирован в 2019 году. Объем добычи составит 4 миллиона тонн руды в год. Все усилия горняков направлены на достижение этой цели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok